Антон, так получилось, да, что сегодня китайских товарищей последовательно сначала Турчина выбил, да, потом тебя. Как считаешь, с чем это связано? Сегодня он в какой-то форме хорошей находится, лучше, чем готовы вы с Игорем? Ну, наверное, в форме он все-таки неплохой находится. Вот, он сейчас выиграл еще один бой за 16. Ну, я, наверное, наверное, он все-таки не технически не сильнее нас. Вот. И бой, в принципе, для меня складывался сегодня в первой трехминутке удачно. Я вел три укола, в принципе, был готов к этому бою. Вот. Он перестроился во второй трехминутке, а я потерял концентрацию чуть-чуть. Хуже стал двигаться, наверное, застоялся на месте. Не смог перестроиться. После того, как счет сравнял, китаец мне тренер подсказал, но я не смог выполнить установку, то, что мне тренер дал. Потом уже при счете 14-11 я начал рисковать, отыграл пару уколчиков. Но 14-11 счет – это уже счет такой критический. Мне надо было раньше немножко перестраиваться. Тогда, наверное, можно было бы выиграть этот бой. Но я не скажу, что он какой-то очень такой сильный товарищ. Он хороший такой пряморучник. Но технически, мне кажется, мы с Труччиным не слабее его. Надо было выигрывать. Ты в этом сезоне хорошо выступал на этапах Кубка мира, на Гран-при. Но на Европе и на мире результаты такой не получился. Получился не очень хороший. С чем это связываешь? К Европе я, мне кажется, в хорошей форме подошел. Проиграл Никишину. Я считаю его сильным. Там я, наверное, тактически неправильно построил рисунок боя. Проиграл на приоритете. Но на мире, в принципе, физически вообще подошел в хороших кондициях. Может быть, морально не подошел. Не знаю. Не смог в бою перестроиться. Не знаю. У вас теперь командные соревнования, да, самое главное. Как вы соберетесь с ребятами? Проанализируете ситуацию? Да, будем думать с ребятами, с тренерами. Нужно настраиваться на командные, отбор на Олимпийские игры в командном зачете. Здесь коэффициент двойной. Нужно хорошо выступить обязательно.